Даша, может чем-нибудь другим займемся, чем себя спортом мучить? Я не мучаюсь. Смотри, у меня что есть. Ну ладно, заканчивай, слазь оттуда и можно распаковать. Очень интересно, кто сегодня нам попадется. Выбирай чех, словак, француз или голландец. Голландец и бельгиец, как вчера, как позавчера. Распакуй, посмотрим. Ну, как обычно, по традиции, по одному. Мы выбрали кого? Бельгиец и голландец, да? Либо бельгиец, либо голландец сегодня. Мы смотрим. Опять Швейцария попалась. В Швейцарии много футболистов. Страна маленькая, футболистов хороших много. Он в сборной Швеции с 2011 года. Швейцарии, извиняюсь. Швейцарии с 2011 года. Десять лет уже. 92 года рождения. 29 лет ему. Метр восемьдесят два и семьдесят семь килограмм. Ну, прям как я. И зовут его Рикардо Родригес. Имя у него, скорее, он уроженец Мексики, который переехал когда-то в Швейцарию. И теперь он сражается, играет за сборную Швейцарии. Второй кто? Такой, очень красивый. Второй испанец. Я думаю, он очень высокий. Опять нам повезло испанец с какими-то такими голубыми или серыми глазами. Он очень высокий. Он не очень высокий. Он чуть выше вот этого недавно. Тут был метр восемьдесят два, а вот он метр восемьдесят пять. Нет, он вообще, он вообще-то маленький вообще. Он метр семьдесят и всего шестьдесят килограмм. Он вообще, можно сказать, да, маленький, юркий такой футболист. И, скорее всего, он нападающий. Хотя, может, и полузащита. Он за сборную Испанию с 2009 года. Вот он уже двенадцать лет, восемьдесят пятого года рождения. Это сколько мы считаем? Пятнадцать плюс двадцать один. Тридцать шесть лет. Он уже ветеран футбола. И зовут его Езус Навас. Вот, смотрите, он в Пуме, а он в Адидас. Да, ну, это уже кто кого спонсирует. И вот у нас сегодня два прекрасных футболиста. У нас сегодня Езус Навас. Давайте я аккуратно их возьму. Покажем их вместе. Вот, у нас сегодня вот такая команда. Езус Навас и Родригес. И вот Даша сейчас нам скажет, кого же она бы взяла в свою сборную. В сборную Дашандии, или как там, Дашаньи. Взяла бы Рикардо Родригеса. Да. Что, он больше внушает доверие? Он лучший футболист, по твоему мнению. Он у вас, ну да, он так сказал там. А еще он очень улыбился. Он очень улыбается, красиво. Вот у Родригеса обаятельная улыбка, добрая. Сразу видно, хороший парень в командной игре, поднимает настроение команде. Ее провоцирует на победы и все такое. Ну а сильные стороны Рикардо Родригеса, по твоему мнению, что он хорошо умеет? Он очень-очень-очень-очень улыбчив. Он хорошо умеет улыбаться. Ты не думаешь, это достаточно? Он подбежит и улыбнется, например, судье. И судья сразу засчитает гол. Даже если его и не было. Или, скажем, удалит кого-то из чужой команды, из поля. Вот, Езус Навас тогда придется покинуть поле. Хотя вроде ничего не сделал, так слегка коснулся. И все, и должен уйти красная карточка. И удаление на две игры. Ну, хорошее, полезное качество. Ну а сильные стороны Езуса Наваса? Он хорошо на цветочки рвает. Ну да, он небольшого роста. Юрки он может много нарвать. Или там сбор черники, там, малинки и все такое. На поле, как это может пригодиться? На поле не может. Он цветочек подошел, и он согласен. Ну, это хорошее тогда, вообще-то, качество для полузащитника. Вот подбираешь быстрый мячик. И только видишь, летит, тут же подбираешь его и тут же отдаешь своему. Очень такая полезная работа для команды. Поэтому пока не удалят, можно уже успеть многое сделать. Поэтому оба футболиста хороши. Но все-таки улучшивый Родригес своим обаянием. Вот, тренеру приятно с таким работать. Ну, оба очень симпатичные, очень хорошие футболисты, я уверен. Я пропишу о них информации побольше. В видео. И что мы еще обычно делали с футболистами? Мы их куда-нибудь клеили, чтобы могли. Вот, кстати, я проходил, и вот те места, где мы их клеили, их уже нет. То есть уже тут проходит немало народу, немало поклонников футбола. И, скорее всего, они уже у кого-то в альбоме красуются. Так как скоро также будут, я уверен, красоваться Езус Навас и Рикардо Родригес. Ну, парни, извините, придется вас теперь куда-нибудь приклеить. И вас найдут ваши фанаты. Даша, ищи место. А Мишенька пока спортом занимается. Мишенька, вот, он уже много чего умеет. Миша подтягивается уже три раза. Пока, правда, с прыжка, но все же это уже тоже достижение. Он правда умеет? Рикзак запрятывает там. Папа, правда, нету, смотри. Да, правда, нету. Вот, это было то место, и мы сейчас тогда уже, кто знает грибные места, он будет приходить. Первый столб справа. Если идти по левой стороне, вот это вот наша. под сенью колдунов или индейских шаманов. Да, у меня есть, мы еще с тобой сделаем. И вот Даша, и вот Даша уже клеит. А, мне сейчас нечего-то клеится. И голову легче будет снимать. Ну, сильно особо не стоит клеить. И вот наш Езус Родригес. И светлочка. Может понюхать цветочки, пока его не найдут и не вклеят в альбом. Так пахнет вкусно сейчас. Ну, пойдем. Сейчас следующего нашего швейцарца мы пристроили. Паутина. Хорошо, да. Здесь и паутинка, паучки. Я вам дарю эти цветы. Нет, нет, никого. Пусто. Я вам дарю эти цветы. Паучок. Я вам дарю эти цветы. Да, хорошо. Идем пристраивать нашего второго парня. Испанца пристроили. Сейчас пристроим швейцарца. Идем дальше. Выбираем место. Идем. Ищем место. Мы зашли с Рикардо Родригесом в домик. Мы зашли в домик и сейчас посидим. Заходит кто-то в домик посидеть, от дождя спрятаться раз. А тут его любимый футболист Родригес. И к тому же его здесь дождем не смоет, если что. Хотя последний прогноз неплохой на ближайшие дни. Но Даша решила все же в домике приклеить. И вот наша Родригес находит место на стенке. Вот запоминайте, домик без номера с красной крышей. Здесь вас ждет Рикардо Родригес, чтобы вы его нашли и вклеили в свой альбом. Тут можно легко расклеить, если что. Он не вклеивается. Хорошо, расклеите. Все, до свидания, Родригес.